МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Татмедиа-13", самый крупный медиахолдинг республики, отмечает день рождения. В его состав входит и наша телекомпания. -"Начинается новый телевизионный сезон. И мы для нас, среди зрителей, тоже подготовили кое-что новенькое". Они ломают стереотипы о старости, как альметьевские пенсионеры отметили день пожилого человека. -"Я летела сюда, как на крыльях я летела". Следователи изучают обстоятельства смерти человека в Альметьевске. История вызвала широкий резонанс. -"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза". Об этом и не только расскажем в сегодняшнем выпуске в эфире новости Альметьевска в студии Елена Марданшина. 1 октября отмечается День пожилого человека. В Альметьевском районе проживают свыше 40 тысяч пенсионеров. Герои из следующего сюжета ломают все стереотипы о старости. Они активны, и их бодрости могут позавидовать и многие молодые люди. Лиса Навзалова расскажет подробно. В Международный день пожилых альметьевские пенсионеры решили не сидеть дома, а пройти маш здоровья. Им предстоит прошагать со скандинавскими палками около одного километра. Довольно дружно они сегодня собрались, почти, ну, чуть менее 100 человек. И им вот сейчас предстоит преодолеть дистанцию от городского стадиона до площади нефтяников. До финиша пенсионеры дошли примерно за 15 минут. Возраст участников от 60 до 70 лет. Они продолжают заниматься спортом, поэтому и преодолеть такую дистанцию не составило труда. Спорт – это залог здоровья, это бодрость, это энергия, это все, это жизнь, и движение – это жизнь. Я летела сюда, вот как на крыльях я летела, с удовольствием, мне очень понравилось. Для нас это пройти, вот настроение. Скандинавская ходьба, знать теперь моя судьба. А после для участников шествия – бесплатное угощение. Организаторы считают, что эти встречи – повод не только заняться спортом, но и пообщаться друг с другом. Они сидят, пьют, разговаривают. Это общение, это приносит все-таки удовлетворение. Этот день дает старт декаде пожилых людей, во время которой чествуют пенсионеров. Она продлится до 10 октября. Лиса Навзалова, Ильшат Бахтиев, Альмитиск ТВ. В честь даты были организованы концерты, мастер-классы и другие праздничные события. На праздники в чайном сквере побывала наша съемочная группа. Вас с праздником даже как-то неловко поздравлять, прекрасно выглядите. Почему вы здесь сегодня? Потому что сегодня наш праздник. Галина Хилина пришла в чайный сквер, чтобы порисовать. Любимое с детства занятие помогает отвлечься от ежедневных забот. Хотя сама Галина их таковыми и не считает. Да и к пожилым себя относят неохотно. Думала, вот выйду на пенсию, буду рисовать. А так все-таки что-то... Вот сегодня увидела, я думаю, вот мечты сбываются. Я, конечно, себя к пожилым не приравниваю, но мне 58 лет, я просто занимаюсь своим здоровьем. С 1 октября в районе началась декада пожилых людей. На всю десятидневку намечено множество событий, как для пожилых, так и для всех желающих. Большинство на открытом воздухе пока позволяет погода. А в новом чайном сквере и концерт, и мастер-классы. Очень замечательно, просто замечательно. Да, и очень благодарна. Вот музыку слушаю, просто... Наслаждаемся. 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 И погода благоволит. Да. Настроение прекрасное. Вообще чудно просто. Мы в такие дни не можем собраться. Вот мы сослуживицы. А в такой день, видите... Повод был. Есть повод. Лишний раз встретиться, поговорить, помнить. А то все в руки, в руки. А хорошее настроение для собравшихся, проходящих и не проходящих мимо обеспечивают специалисты социальных и культурных служб города. Всего около сотни человек. Здесь представители все социальных как раз служб. Управление культуры, управление образования, управление по делам детей и молодежи, управление по спорту, соцзащита. Все принимают участие. Мастер-классы разные. Выбирай на вкус. Хочешь рисуй, хочешь делай аппликации или просто наслаждайся музыкой. К другим темам. Самый крупный медиахолдинг в республике, акционерное общество ТАТ-Медиа, отмечает 13-летие. Компания объединяет 98 газет, 20 журналов, 17 телеканалов, 12 радиостанций, 81 сайт и агентство Татаринформ. В Альметьевске холдинг представляют несколько средств массовой информации. Это телекомпания Альметьевск ТВ, газеты Знамя труда и Эльмета Нары. 1 октября 2007 года указом первого президента республики Ментимира Шаймиева в Татарстане образовано открытое акционерное общество ТАТ-Медиа. Событие стало новой эрой в судьбе татарстанских СМИ. Сегодня это крупнейшая региональная медиа-компания России. Ежедневно редакции выпускают 3000 уникальных новостей, 5000 постов. Сайт ТАТ-Медиа.ру – это свыше 4 миллионов посетителей в месяц. Он входит в топ-60 самых посещаемых ресурсов России. С одной стороны, мы молодая компания. С другой стороны, за нами стоит огромная история. Все эти годы каждый из нас вносит свой вклад в развитие медиа-отрасли. Мы всегда думаем о том, что будет интересно. Ищем и находим новые форматы. Рассказываем о важном жителям Татарстана. Наши СМИ стремительно меняются вместе с технологиями. Уверен, что акционерное общество ТАТ-Медиа всегда будет идти в ногу со временем, благодаря профессиональной и сплоченной команде. Готовность соответствовать требованиям времени – не просто слова. В начале 2020 года реализован большой проект по модернизации телекомпании «Альмитиск ТВ». Он включил в себя несколько этапов. В том числе и усовершенствование сетевой инфраструктуры, а также монтаж центральной аппаратной. Приобретены новые современные видеокамеры и сопутствующее оборудование. Студия дооснащена дополнительными источниками света. После проведения модернизации и установки высококачественного оборудования телекомпания соответствует наиболее высоким требованиям, предъявляемым в отрасли. Это большой праздник для всего нашего большого коллектива. Нас по всей республике 1700 сотрудников. И для нашей телекомпании, конечно, тоже. Сегодня мы все на своих рабочих местах, ну, как это обычно бывает в празднике. Мы снимаем новости, делаем передачи, работаем для наших интернет-пользователей. Как обычно, осенью начинается новый телевизионный сезон. И мы для наших зрителей тоже подготовили кое-что новенькое. Это перезагрузка передачи «Городская среда». Мы обещаем, будет много интересных собеседников, много актуальных тем. Сегодня Альметьевск ТВ выпускает в эфир шесть передач собственного производства. Новости Альметьевска, «Городская среда», «Десузгебарабус», «Эльмэтхаберлере» и итоговые выпуски новостей на русском и татарском языках. У нас два средства массовой информации. Это телеканал Альметьевск ТВ и наш официальный сайт. И оба они для нас одинаково важны. Сейчас нет вопроса, что важнее, что первое, что второе. Поэтому мы создаем контент и для телеэфира, и для нашей интернет-аудитории. У нас большое количество подписчиков в социальных сетях. И потому как растет их активность, мы видим, насколько возрастает доверие к нашей телекомпании. Ну, значит, мы все делаем правильно. Разрабатываются специальные медиапроекты. Растет доверие аудитории. Задать вопрос или оставить комментарий можно во всех социальных сетях и мессенджерах. Такой возможностью пользуется все больше альметьевцев, тем самым становясь нашими полноценными соавторами и одной большой командой с нашей телекомпанией. Какой будет обещанная перезагрузка передачи «Городская среда», можно будет увидеть уже скоро. Как и прежде, выпуски будут посвящены наиболее актуальным темам из различных сфер жизни города. Гостями эфира станут эксперты, интересные люди и популярные личности. Новый выпуск смотрите уже в ближайшие дни. Следите за анонсами в наших соцсетях. Это еще не все. Продолжим во второй части выпуска. И вот о чем расскажем далее. Следователи изучают обстоятельства смерти человека в Альметьевске. История вызвала широкий резонанс. Пожилых альметьевцев пригласили на бесплатное обследование. День открытых дверей организовал Центр медпрофилактики. Подбородок на подставку. Идем, прижимаемся к верхней части. Проверка зрения, обследование сердца и сосудов, общий анализ крови, расчет клеточно-жировой массы тела и еще десяток пунктов включено в комплекс обследования организма. Все это бесплатно по времени занимает не больше часа. Проходим все обследование. Получаем нужные, необходимые рекомендации, назначения врачей. А также здесь мы и фито-чай попьем, и пообщаемся. Проверить состояние организма в Альметьевском центре медицинской профилактики может каждый желающий. В этот день в Центре внимания пенсионеры. Я считаю, что это делать нужно всегда, потому что это профилактика, это наше здоровье, за которым мы должны следить сами. Результаты обследования долго ждать не надо. В Центре профилактики экспресс-тесты. Пациенты в течение нескольких минут узнают показания холестерина и сахара. Сдавать кровь нужно натощак, чтобы результаты были точнее. При обследовании людей старшего возраста здесь могут изменяться наши показатели анализа крови на сахар и холестерин. Чаще всего бывает повышение показателей анализа крови на холестерин. И может изменяться показания анализа крови на сахар. Это только первоочередные отличия, на которых медики делают акцент, когда обследуют людей старшего возраста. Кстати, здесь в коридоре между походами к разным врачам или ожиданием очереди все желающие могут угоститься чаем-шиповником или кислородным коктейлем, что тоже бесплатно. Пройти обследование организма в Центре здоровья может любой желающий в здании третьей поликлиники на седьмом этаже. Диана Янтимирова, Лешат Бахтиев, Альмитиск ТВ. Следственный комитет по Татарстану начал проверку по факту смерти молодого человека в Альмитиске. Сообщение о произошедшем разместило в социальных сетях девушка погибшего. Она утверждала, что молодого человека убили. История вызвала резонанс в социальных сетях. Этот пост активно распространялся в соцсетях в последние дни. Несколько раз его отправили и в официальные группы нашей телекомпании. Информацию разместила на своей странице девушка погибшего 21-летнего Рината Залалова. Публикация менее чем за сутки набрала более 4,5 тысячи комментариев. Девушка рассказала, что Ринат посуточно сдавал дом в аренду. Вечером 22 сентября ему позвонили соседи и пожаловались на шум от постояльцев. Хозяин дома приехал туда, поговорил с арендаторами, после чего вернулся к Динаре. Поздно ночью соседи позвонили вновь. Тогда уже на место выехали и Ринат, и Динара. Там, по рассказу девушки, уже была драка. Но Ринат не стал вмешиваться в нее до последнего момента. А он наступил, когда участники конфликта уже переместились в его сторону. Ринат стоял в окружении трех-четырех человек и разговаривал с ними. После чего в 23.45 он вылетел из толпы на согнутых ногах и упал. Больше он не встал. Я обернулась на какой-то крик и видела его последние два шага. Это последний момент, когда я видела на ногах самого дорогого для меня человека. Я подбежала к нему в ту же секунду, достала телефон, чтобы вызвать полицию и скорую. На меня начали орать, не звони ментам, заберите у нее телефон. Я отошла и позвонила в скорую и родителям. Автор поста просила распространить публикацию, чтобы придать истории огласку. По ее словам, следствие по этому факту не ведется, а виновники трагедии разгуливают на свободе. Сегодня сауна, где произошла трагедия, опечатана. Родителя погибшего много времени проводят на кладбище, где похоронен их сын. Пересматривают фотографии. Ринат Залалов был спортсменом, участвовал в чемпионате мира по кроссу на снегоходах, учился в университете. Здесь вот первый едет. Просто играет. Вот он едет. Сегодня мы выяснили, что Следственный комитет по Татарстану начал проверку по факту смерти молодого человека в Альмитевске. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан проводится доследственная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Альмитевском районе насмерть сбили пешехода. ДТП произошло вечером на загородной трассе. По предварительной версии, водитель отечественного авто не заметил человека, который шел по проезжей части. ГИБДД напоминает, чтобы избежать таких трагедий, пешеходам важно быть заметными на дороге, особенно в темное время суток. Диана Янтимирова продолжит тему. Автомобилист на отечественном авто ехал из Альмитевского Знакаева. В 7 вечера было уже темно. По предварительной информации, ГИБДД водитель не заметил пешехода на проезжей части и сбил его. 60-летний мужчина от полученных травм погиб на месте. Возможно, этого можно было бы избежать, если бы водитель ехал с безопасной скоростью, а пешехода было видно. Существует правило дорожного движения, статья 12.29 Кодекса об административных правонарушениях, который обязывает вне населенных пунктов пешеходам иметь на себе светоотражающие элементы. В связи с этим сотрудники ГИБДД проводят рейды, патрулируют загородные улицы. Вне светоотражающих элементов ничего нет. Переходишь в проезжую часть, находишься вне населенного пункта. Мужчина одет в черное. В темной одежде пешехода видно с расстояния порядка 15-17 метров. А это значит, что у водителя практически нет шансов, чтобы предпринять какие-либо кардинальные меры и обезопасить пешехода своими действиями. После кольца Су-5 патрульная машина отправилась по объездному тракту. В этой округе есть промышленные предприятия и огороды. Здесь нет освещения, это не жилая зона. Но все равно в темное время суток здесь можно встретить людей, которые возвращаются с работы домой. Для этого госавтоинспекторы рекомендуют носить светоотражающие элементы или жилеты. По обочине вдоль дороги в сумерках шли два молодых человека. У одного из них велосипед. Юношам госавтоинспекторы выписали штраф. Один из юношей пошутил. Получается, что свето-возвращающий значок он приобрел за 250 рублей. Такова стоимость штрафа со скидкой. Впрочем, это мелочи по сравнению с реальными увечьями, травмами или хуже ДТП со смертельным итогом. На сегодняшний день на территории города Альметьевска произошло 33 наезда на пешеходов, при которых один человек погиб и 32 человека пострадало. Вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со свето-возвращающими элементами и надевать или пришивать их на ту часть одежды, которая точно будет заметна водителям. Диана Янтемирова, Ишат Бахтеев, Альметьевск ТВ. И расскажем прогноз погоды на предстоящие сутки. В пятницу в Альметьевске сохранится солнечная погода, осадков не обещает. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, днем плюс 18. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.